Важный момент здесь, позиция Европы, а вот там все не так просто. В Евросоюзе уже традиционно, сколько стран, столько и мнений. И сколько политиков, столько, так сказать, градаций отношения к России. Вот, например, в Берлине некоторые официальные лица уже настолько воодушевились согласием Кремля на хоть какой-то формат миротворческой миссии для Донбасса, что уже заговорили о возможном снятии санкций с России. Насколько далеко это все может зайти? Вот это вопрос для Татьяны Лагуновой, нашего корреспондента в Берлине. Она сейчас на связи со студией «Подробности недели». Татьяна, приветствую. Очень короткий вопрос у меня. Готова ли Германия поддержать украинскую позицию по миротворцам для Донбасса? Ну, Алексей, в целом позиция Германии совпадает с позицией Украины. Ее еще на прошлой неделе озвучила заместитель пресс-секретаря немецкого правительства. Улилики Деммер сказала, что Германия поддерживает инициативу введения миротворческой миссии на Донбассе, но есть несколько важных моментов. Немцы считают, мандат миротворцев должен распространяться на всю зону конфликта, а привлечение сепаратистов к любым переговорам по вопросу миссии неприемлемо. И эти ключевые моменты уже на этой неделе в телефонном разговоре с российским президентом обсудила и канцлер Германии Ангела Меркель. Сейчас Берлин взял паузу, ждет сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где этот вопрос обсудят более детально, ну и готовится, конечно, к парламентским выборам. На тему миротворцев высказался и министр иностранных дел Германии, который, собственно, и будет представлять страну на сессии Генассамблеи. Зигмар Габриэль довольно неожиданно заявил, Москва посылает Западу сигнал, что готова сотрудничать. Так, мол, может и не стоит ждать полного выполнения минских соглашений, а, например, ослабить санкции против России, если на Донбассе хотя бы установится режим тишины в качестве вознаграждения. Такое щедрое предложение Габриэля, который, кстати, не факт, что сохранит свой пост после парламентских выборов, поддержки в Германии не нашло. Офис канцлеров, который раз повторил сначала полная реализация минского пакета, ну а уже потом все остальное. Алексей? Все ясно, спасибо. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, была на связи со студией. Но у меня есть еще одна новость по этой теме. Президенты Франции и России провели сегодня телефонные переговоры. Конечно, по поводу Северной Кореи, все-таки именно эта проблема номер один международной политики сейчас, но затронули и войну на востоке Украины. Путин призвал Макрона поддержать российскую инициативу по миссии ООН на Донбассе. Можно предположить, что это только начало работы Кремля по продвижению очень ограниченного формата миротворческой миссии, который уже отвергнут Украиной, но может послужить основой для большого международного компромисса.